Бюджет областного центра на 24-й и плановый период 25-го и 26-го годов был в центре внимания депутатов Тверской думы в ходе очередного заседания муниципального парламента. Народные избранники внесли ряд изменений в главный финансовый документ города, одобрив его по итогам первого чтения. Общий объем доходов планируется в сумме 10,5 миллиардов рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы около 5 миллиардов. Общий объем расходов 10,5 миллиардов. Так что бюджет на будущий год имеет одну приятную особенность. Бюджет на следующий год будет бездефицитным. В моей практике в городе Твери бездефицитного бюджета никогда не было. Это будет впервые. Я думаю, что он изменится. Потому что я была на слушаниях по бюджету области и я много видела того, что не все еще отражено. То есть, согласно проекту, в следующем году Тверь планирует получить 5,5 миллиардов рублей в качестве межбюджетных трансфертов. Также профильным комитетам было предложено внести ряд поправок в документ. Депутаты осуществили необходимым изменить сумму доходов за счет увеличения объемов собираемости на будущий год по ряду источников. Налог на доходы физических лиц, аренда за недвижимое имущество, доходы от плотных парковок, продажи материальных и нематериальных активов города. Общая сумма изменений составила 59 миллионов рублей. Куда направить эти средства, парламентарии решат уже при рассмотрении бюджета во втором чтении. Рассмотрели доходную и расходную часть. Депутаты вынесли свои предложения. Они будут рассмотрены на профильных комитетах. И сегодня мы назначили дату публичных слушаний, 5 декабря. Далее депутаты одобрили вынесение изменений в бюджет текущего года. Согласно проекту решения, за счет сверхплановых поступлений по ряду статей увеличивается доходная часть документа на 53 миллиона 300 тысяч рублей. За счет этих средств, а также сложившейся экономии в отраслях в течение года, финансирование будет направлено по следующим направлениям. 3 миллиона на поддержку семей граждан-участников СВО, 12 миллионов 700 тысяч на проведение работ, не вошедших в смету капитального ремонта школы номер 15, 47 миллионов 800 тысяч на оплату уличного освещения города. Среди других рассмотренных вопросов стоит отметить решение о передаче в безвозмездное пользование семи участков улиц для обеспечения строительства западного моста. Передали государственному казенному учреждению дирекция дорожного фонда и эти улицы будут включены как раз в эту сеть, потому что сам по себе мост не может работать без подъездных путей. Вы понимаете, затронуты большие работы и по Заволжскому району, в районе Горбатки, и на Комсомольской площади. Поэтому надеемся, сроки будут выдержаны, хватит у нас ресурсов и, если что, Тверская городская дума всегда готова включиться в этот процесс. Также депутаты одобрили проект решения о принятии из региональной в муниципальную собственность 10 квартир для расселения ветких аварийных домов. Это позволит тверичанам улучшить свои жилищные условия.